Посещение историко-мемориального комплекса 35-я береговая батарея участниками международного байк-шоу входит в обязательную программу фестиваля уже не первый год. Как отметил президент международного мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов, 35-я береговая батарея видела подвиги не только во время Великой Отечественной войны, но и во время Третьей обороны Севастополя. В новейшей истории она тоже являлась форпостом сопротивления. И именно почему ее игнорировали, это 35-я береговая чиновники украинские и так далее. Они понимали, что первый удар, который надо наносить, это надо наносить по истории. Мотоциклистов провел по экскурсионным маршрутам директор мемориального комплекса Валерий Володин. Началась экскурсия с минуты молчания. Сегодня предлагается, может быть, начать немножко другую страницу. И каждое байк-шоу, которое будет проводиться в Севастополе, приезжая сюда, все-таки совершать и наш маленький подвиг, подвиг памяти. Это минута молчания и колено преклонения. И если вы не возражаете, то я прошу снять головные уборы и памяти наших отцов, в том числе и моего отца, который воевал здесь и был взят в плен под скалами 35-й батареи, потом бежал и продолжал воевать. Я предлагаю мужчин колено преклонением почтить их память. Спасибо.